Катарсис Некоторые словари говорят, что катарсис возможен только в произведении, то есть испытываешь, когда читаешь, когда смотришь, когда включаешься в вымысел. Обливаешься слезами. А некоторые расширяют это понятие и говорят, что в жизни, например, родившая женщина тоже испытывает катарсис. Так вот, где же катарсис, а где только его имитация? Кстати, Фрейд говорил о том, что катарсис испытывает тот человек, который, наконец, докопавшись с помощью психоаналитика до своей тайны, выплескивает ее наружу и испытывает тоже катарсис. Но это такое вот фрейдистское толкование, уже связанное с прошлым веком. Наши гости. Павел Лунгин, сценарист и кинорежиссер. Лауреат Каннского фестиваля. Последняя его работа, фильм «Остров», удостоилась помимо множества наград эпитета фильм «Потрясение». Это история о вечных проблемах. Грех, покаяние, прощение. Картина ничего не проповедует. Она может взять тебя под руку и потащить. Но если не идешь и не надо, говорит об острове сам режиссер. И похоже, что это история про катарсис. Александр Пятигорский. Философ, писатель, востоковед. Лектор и оратор. Ученый с мировым именем. С начала 70-х живет и работает в Англии. Автор нашумевшего романа «Философия одного переулка». Тема катарсиса не может не интересовать философа. Философия – это тип мыслительного подхода. А к чему не важно, считает наш герой. О чем бы ты ни писал, ты пишешь об этом как философ. Итак, катарсис. Ну, конечно, начнем с философа, потому что, я думаю, Александр знает и на опыте жизни, и на опыте творчества, что такое катарсис. И мы, наверное, его выслушаем прежде всего. Вы когда-нибудь испытывали лично в жизни такой катарсис, который вы запомнили навсегда? Я испытывал несколько состояний, которые я запомнил навсегда, но я никогда бы не рискнул их назвать катарсисом. Есть вещи, которые вот из самоотчета, вот я вам сейчас говорю, они не узнаются и не познаются. Все-таки о вашем катарсисе говорит кто-то другой. Вот, когда я говорю, я испытал катарсис, я вот в этой фразе уже чувствую очень сильный подтекст беспардонного шарлатанства. Вообще осторожнее прежде всего. По крайней мере, это понятие складывается из трех вещей. Первое. Твое внутреннее психическое состояние. Я подчеркиваю, психическое, дамы и господа. Что значит психическое? Мне хорошо, мне плохо, мне тяжко, мне весело, мне безумно весело и легко. Это все психика. Это первое. А второе. А в чем дело? Нет катарсиса без реального содержания. А что в этом? Ведь все, что я сказал, это с точки зрения какого-то конкретного содержания. Может быть одним, а может быть другим. Может быть третьим, а может быть четвертым. Но что-то меняется. Это самое главное в катарсисе. Видите, очищение. Что значит очищение? Запомните. Все это муру собачью вычистить. Это безумно трудно. Муру в центре которой стою я сам. Понимаете? И вычистить всю предвзятость. Все знания. Все мнения. То есть все то, что не есть то, что вспыхнуло вас в данный момент, как содержание. Вычистить культуру, нацию, религию, все человечество. В моменте катарсиса остается, а дано ваше сознание. Будь оно религиозным, инженерным, педагогическим, каким угодно. Все остальное вы отбрасываете. Остается вот это. И, наконец, третий. Он проявляется и внешним образом. Катарсис мы не можем мыслить вне какого-то жеста. Понятно? Который бы видели и вы, и вы. Или слышали, или мыслительно воспринимали. Вот из этих вещей складывается катарсис, который, повторяю, может иметь любое содержание. Вы сказали очень важную вещь о том, что человек меняется. Да. А вот в какую сторону? И вот это третий момент, о котором я говорил. Это жест, это вы видите. Меняется не просто там в глубинах своей души, изменился, да. А вот, понимаете, вот вы видите картину, или читаете книгу, или смотрите фильм, и вы реально, не как метафора, это другой человек. Это другой человек. Не будем путать катарсис и просветление. Это значит, что катарсис не делает тебя другим человеком. Ты остаешься тем же самым человеком. Но ты как бы снова приобретаешь возможность дышать, жить и быть самим с собой. Второе. Вот это, понимаете, просветление меняет твою природу, твоей души. Меняет тебя самым человеком. Катарсис не меняет тебя самым. Катарсис – это скорее возвращение к своему себе, к тому, что забивается в нас социальными, рекламными, завистливыми, всяческими, мелкими. Может быть, и высокими, кстати. И высокими. Чувстволюбивыми, например, или алчными. Это первое. Сейчас, пока я не забыл, извините, я сейчас задам несколько вопросов, потом будем. Например, катарсис – это всегда слезы. Есть катарсис смеха? Я просто задаю вопрос. Уверен, что есть. Тут я с вами, Виктор Ильич, это обязательно несчастье. Более того, катарсис – это вовсе не результат неудачи, катастрофы, несчастья. Это может быть результатом необыкновенного счастья. Когда стадион ревет после того, как забит гол, это катарсис болельщика? Нет, это чисто психическое состояние, то есть только первый компонент и не самый важный катарсиса. А вообще в болельщики, вот этот рев в болельщика, причем же я сам футбол очень люблю, вот, но понимаете, это еще совсем не катарсис. Это совсем не катарсис. Но вы знаете, Александр, тут есть очень интересный вопрос, я вот думаю о нем тоже. Катарсис возник из музыки, главное, из драматического искусства. То есть может ли человек в одиночку? Не возникло ли это из необходимости собираться вот в амфитеатры, в кучу, в зрители, и там, взвинчивая друг друга вместе, индивидуально, но вместе, проживая это, происходит момент коллективного вот этого очищения. Или у вас? Вы мне спрашиваете, по своей природе катарсис абсолютно индивидуален. Лучше о нем думать, как то, что случается. Надо сказать, что вот есть индивидуальный катарсис, тут, наверное, я с вами соглашусь, потому что кому катарсис, кому не катарсис. Кто-то посмотрел фильм и заплакал, а иногда смотришь какой-нибудь страшно глупый, ну, условно назовем индийский фильм, ничего в этом плохого нет. И вдруг все равно слезы, слезы текут. Но есть слезы пошлости, есть слезы умиления, есть люди, которые плачут на моей любимой няне искренне, Ну, это вовсе... Ну, прекрасно, ну, не важно, сразу видно, что они не смотрят. Я не плачу, я не знаю. Я хотел сказать, что вот у меня так в голову пришел пример индивидуального... Ну, вот не знаю, вот катарсис, потому что мы идем по очень тонкой торопинке у Пастернака. Помнишь, наколовшееся шитье с невынутой иголкой, внезапно видит всю ее и плачет втихомолку. Плачет втихомолку. Вот это укол этой иголки явно вызвал в нем какое-то катарсическое ощущение, и потекли слезы. Понимаете, катарсис вообще то, о чем мечтает любой художник. Катарсис – это инструмент искусства. Катарсис – это хлеб искусства. Катарсис – это проводок, который соединяет, так сказать, небо искусства через художника с человеком. Вот, понимаете, любой, кто занимается искусством, он каждое утро зажигает свечу и говорит, дай мне возможность сегодня дать людям этот катарсис передачу. Поэтому я очень много думал об этом, и здесь очень зыбко это все. Катарсис ли это? Или это религиозный? Когда, где катарсис переходит в религиозные чувства? Где катарсис переходит? Катарсис может возникнуть в любой религии, в любой нерелигии. Является ли катарсис определением, ну, допустим, человека отличается от животного тем, что человек, две точки, что человек может испытать катарсис. Господи, во-первых, мы не знаем. Во-вторых, человек кто может, а кто не может. Это сплошная вероятность. Универсальность? Ради Бога, дамы и господа. Бойтесь, один из самых главных союзников мирового идиотизма – это универсальность. Все, всякий человек. А вот поверьте, если бы это было универсально, я бы сюда сегодня не пришел. Катарсис исключительный. Кто может, а кто не может. Но дело в том, что, Александр, и огромный союзник мирового идиотизма – это крайний индивидуализм тоже. Тут куда ни повернешься… Угрей вас гораздо меньше, потому что крайний индивидуализм может привести к творческому кризису, потому что это ваше мышление. У нас в гостях, между прочим, замечательный итальянский профессор, профессор-славистый из Пиза, мой друг. Я бы хотел попросить Стефана. Стефан мне сказал перед программой, говорит, я к этой программе готовился, как будто мне казалось, я сегодня, вот через много лет сдаю экзамен в университете. Так вот, давайте поприсутствуем на экзамене. Как в культуре, как в Греции, как это начало? Аристотель, не Аристотель, что там случилось-то вообще? Мне кажется, что уже было очень интересно сказано, что катарсис – это возвращение, приобретение утраченной цельности. И с этой точки зрения, мне кажется, что все разные концепции понимания этого термина, которые, между прочим, как известно, имеют много толкований, особенно среди философов. Я знаю, что до 30-х годов прошлого века было даже 1300 разных прочтений понятия катарсиса у Аристотеля. С одной стороны, катарсис рождается, появляется еще до Аристотеля. Аристотель это как-то унаследует. И это связано, например, с идеей, с первобитной начальной фазой истории медицины. И, например, катарсис можно еще понимать как исцеление. И с этой точки зрения, например, очень интересно было раньше сказано по поводу смеха. Конечно, тоже смех с этой точки зрения – это какая-то форма очищения, какая-то форма тоже просветления, между прочим. Мы и рабли читали. И рабли, мы читали все рабли, конечно. И знаем, Бахтина тоже, да. Да, это правда. Вот. Это тоже очищение от воды, от всех жидкостей. Как известно, была такая у Гиппократа еще теория о четырех жидкостях и так далее. Но мне кажется, что очень интересно подчеркивать значение катарсиса с музыкальной точки зрения. И, очевидно, это главное, которое проявляется еще у Аристотеля и потом как-то развивается в течение многих веков. Вот, между прочим, здесь трудно понять, как очищение от аффекта, то есть от страстей, которые связаны со страхом. Между прочим, я сегодня тоже как-то катарктическая у меня ситуация, состояние, потому что у меня страх, говорю не на родном языке. Но есть второй элемент катарсиса, это сострадание. Поэтому я надеюсь, что со стороны зрителей будет сострадание. И с этой точки зрения как-нибудь... На канале культуры мы присутствуем при итальянском катарсисе. Хорошо. Спасибо. Я еще вернусь к тебе. Еще одно маленькое замечание еще. Вот вы помните все, я забыл имя этого драматурга греческого, который не вызвал катарсиса у людей. За что его побили камнями и изгнали. Сидело там две тысячи, пять тысяч человек в этом амфитеатре. Он им рассказывал какие-то очень мучительные, трагические истории. Механизмы не сработал. Он мучил их просто так. Очищение слез счастливых, освобождение, умиление не произошло. Они остались без катарсиса, раздавленные тем зрелищем, которое они увидели. И абсолютно недовольны. Лена, а вот смотрите, получалось так, по крайней мере, если внимательно читать энциклопедию, что древние греки испытывали катарсис после того, как главный герой погибал. Так вместо сострадания, вместо слез, скорби, какое-то очищение происходило. Как вообще, вот как рождается, потом у меня к Павлу тоже будет вопрос, как в произведении рождается катарсис, когда мы выходим на трагедию? Неслучайно здесь прозвучало имя Аристотеля, который описал трагедию. И, собственно говоря, что интересно у Аристотеля, что катарсис входит в определение трагедии. И он утверждает, что трагедии есть подражание действию. Вот это для него очень важно, которое вызывает у зрителя, как справедливо говорил Стефан, сострадание и страх, и эти же сострадания и страх очищаются в зрителе. То есть вызывает трагедия эти состояния, и они же снимаются. То есть она же провоцирует в каком-то смысле и очищение. Здесь важно вот что сказать, что можно утверждать следующее. Сама композиция в каком-то смысле катарсична или катарсична. Уже на уровне строения трагедии мы можем выделять вот такой катарсический момент. Но это как бы формально-композиционная ее основа. Есть и другая, которая больше интересует современных исследователей, например, Поля Рикера. Его интересует то, что когда Аристотель вводит понятие сострадания и страха, когда он говорит об очищении, он фактически в определении трагедии уже включает зрителя. Хотя надо сказать, что зритель в остальных частях этого трактата, я и говорю о поэтике, его не интересует. Вот тут я хочу отступить от Аристотеля очень коротко. И вернуться к тому, что говорил Александр Моисеевич. Если я его правильно поняла, он фактически утверждает, что катарсис мне не принадлежит. Я не могу апроприировать, я не могу знать, говорит Александр Моисеевич о своем катарсисе. И я думаю, что здесь действительно играет роль коллективный характер переживания. Но дело не в том, что это какая-то, грубо говоря, истерия, или, я уж не знаю, какая-то коллективная ситуация вовлеченности, неосознанной или несознательной. Здесь важно то, что это тот катарсис, который приходит как аффект. Аффект разделяемый, аффект коллективный. И это перетолкование, безусловно. Но мне кажется, это может интересовать нас сегодня. Интересно. Мне кажется, что переживаемый в присутствии других катарсис, и, может быть, даже разделенный, в том смысле, что одновременно с тобой переживает свой катарсис еще один человек, или два, или десяток, или, может быть, тысячи, как в Реческом амфитеатре, людей, мне кажется, что вот эта часть остроты переживания связана еще и с тем, что в переживании катарсис смываются вот эти границы, и одновременность переживания создает соединенность с людьми, с которыми ты одновременно переживаешь это ощущение. Это то, что называется разделенной любовью, да, ну как можно любовь разделить? Вот два человека, у него любовь, у нее любовь, да, ну предположим, что это гетеросексуальная пара. У обоих любовь, кажется, что она общая, при этом переживание-то индивидуальное все равно, и человек, эта любовь, она у него такая, единственная, неповторимая в нем одном. Когда Павел сказал, что, ну это там пошлые слова, слезы умиления, но ведь бывают пошлые люди, значит, у них пошлый катарсис, в этом же тоже ничего обидного нет. Нет, потому что катарсис не может быть пошлым по определению в каждом человеке. Пытается ли массовая культура, Александр, пытается ли массовая культура, которая как обезьяна, обезьянничает все, имитировать катарсис? Пытается. И вот это то, чем она занимается. Это ваш футбол с криками, когда люди падают в обморок от гола. Это девочки, которые, когда выходят актеры сериала, с ними происходит истерика. Они падают, у них начинает течь слезы, у них начинается просто такая вот какая-то эпилеконвульсия. Реальные физические конвульсии. То есть как бы массовая культура, апроприируя все высокое, имитирует его, изображает его в низком. Но элементы катарсиса бесполезно сейчас есть, без спор, существуют для массовой культуры. Безусловно. Армен, почему ты свою группу хотел назвать катарсис, а потом назвал таким некатарстическим словом, как крематорий? Ну мы, да, на уровне студентов, когда мы изучали всякую философию, в том числе Аристотеля, пришли к катарсису. Но мы на начале называли катарсис. И пока группа называлась так, все было хорошо. И, собственно говоря, мы выделили главное, что говорил Аристотель, это очищение посредством огня и музыки. Люди не понимали, что это такое. Ну просто, что лучше так называть на всякий случай. Когда мы начинали, мы это назвали, конечно, в пику группу, существующим тогда веселым гитарам и голубым ребятам, которые там процветали в телевизоре. Но на самом деле это духовный крематорий. И 25 лет просуществовав с таким названием, то есть плывет корабль, в общем-то, не самым хорошим названием, значит, говорит о том, что все-таки главное это песни. Хотя, если вы посмотрите песни крематорий, там не очень веселые тексты. Но, тем не менее, состояние людей после концерта не сравнить с этим голым, а просто есть некая неосознанная радость, которая продолжается некоторое время, безусловно. Она есть у меня. Но это чувство, как мне кажется, индивидуально. Потому что коллективного каторсиса, наверное, все-таки не бывает. То есть человек может очиститься от чего-то до конца и потом не загрязнять себя только в том случае, если он осознает на уровне индивидуума, что это очищение произошло. Скажите мне, пожалуйста, какая книга для вас может быть книгой о каторсисе? Или в которой есть каторсис настоящий? Как угодно. Мне кажется, хорошим примером был бы «Диван Шанса Табрези», написанный Джалладином Руми. И, на мой взгляд, это книга, написанная в состоянии глубочайшего каторсиса, о нем, на его топливе, этого переживания. И является прямым следствием, собственно, поворотного события, Александр Алексеевич говорил, в жизни Руми. После встречи с мастером... Армен, пожалуйста, твое мнение. Ну вот последняя книга, которую я... Современная. Из современных это все-таки Жозе Сарамага, Евангелие от Иисуса. Где вот эта религиозная, ну как бы доктрина, все-таки уходит в современность, и он показывает совершенно другое отношение к религии. Александр, пожалуйста. Знаете, ну вот я как раз хотел бы отметить, как ни странно, Булгакова, мастера Маргариту, где достаточно в большом объеме представлен каторсис. Понятно. Как образец каторсиса я бы выбрал именно божественную комедию, и это ясно, я уже и говорил. Замечательно. Паша, философы потом, философы напоследок. Я отношусь как-то по-своему, как драматург и режиссер. Каторсис, ну для меня любое стихотворение Мандельштаба для меня катарсично. Для меня это скорее мое соединение с чем-то. Это, не знаю, путь каторсис, это когда тебя как учитель, драматург, Эдип, о котором говорили мы, когда тебя проводят по этим этапам, и ты, как некоторую разрядку в конце, как некоторый такой вот духовный оргазм, испытываешь этот взрыв и облегчение. Лен. Поэтика Аристотеля. Эта книжка витает в нашем обсуждении сегодня. Причем читать по-древнегречески. Это отличный перевод, простите, моего, на фамилии Супетровского. Да, конечно. Это большое удовольствие. Замечательного отечника, конечно. Ну, Александр, пожалуйста, ваше слово. Какая книга? Какую книгу мы можем предложить телезрителям, чтобы они лучше поняли эту проблематику? Вы знаете, вы сказали про Джололедина Румей, да? Если говорить о нем самом, то этот человек не выходил из каторсиса. О, вот, кстати, я думаю, что существует какая-то связь, какой-то параллелизм. Хотя время... Вы помните годы жизни? Ну, вот в этом году 800 лет. Да. Заодно и маленький легкий экзамен сдала, все нормально. Ну, вот, но вы понимаете, но он был в каком-то смысле параллелен Данте. Явно в широком смысле. То есть вы поддерживаете ту же самую книгу? Ох, на ВИТОМ есть такие куски, что можно вообще с ума сойти, если хочешь. Жутко интересно для понимания каторсиса прочесть не книги. Ведь все равно, все говорят, что прочтут, врут, никто, почти книг не читают. Вот. Вы согласны со мной, да? Это, конечно, какие-то выборные места из Ницше. Да, вот это правда. Ницше это был как бы сам, он был человек абсолютно. Вот здесь я согласен с вами. Это каторсический. Кроме того, есть великолепные русские переводы, просто лучи на свете. Я хочу сказать, Александр, что мы решили не запугать нашего зрителя какой-то такой, ну, например, ну, железобетонной конструкции, а наоборот, взяли писательницу, любимую, современную, русскую, Людмила Улицкая, Даниэль Штайн, переводчик. Книга, которой каторсис изображен так, как может его почувствовать современный человек. Декабрь 1991 года. Хайфа. Рита Ковач. Павлу Косинскому. Дорогой Павел, всю жизнь мы прожили с тобой рядом. У нас были одни идеалы, одни цели, одни друзья. Но так случилось, что под конец жизни мне открылся Господь, и теперь мне хочется только одного. Разделить со всеми моими близкими свою радость. Когда человек делает один шаг навстречу Богу, Бог делает сразу два. Необходимо только одно небольшое движение – признать, что без Бога человек ничего не может. Когда я думаю, какую энергию, силы и какой героизм мы проявляли не ради божественных целей, а ради человеческих, я испытываю большое горе. Я горячо молюсь, чтобы встреча произошла. Моя с тобой, а твоя с Господом. Пусть Бог благословит тебя и твоих близких. Твоя старая подруга Маргарита Рита Ковач. Людмила Улицкая, Даниэль Штайн, переводчик. Вы знаете, ведь слово творчество – творец. Он-то нам и дает этот катарсис для того, чтобы мы время от времени испытывали это очищение. Насколько человек заблуждается в своей жизни, настолько часто он им удается судьбой. Вот у нас получается так, что в человеке накапливается какая-то такая, да, чёрная кровь, и ему надо убрать её, выплеснуть, и искусство, творчество, кинематограф даёт им возможность вот эту кровь чёрную вытолкнуть. Конечно, конечно. Это, в свою очередь, тоже инструмент. Вот висит произведение, подходит к нему, например, вот я писал «Тихвинская Божья Матерь», храм, это на ВДНХ находится, и вот первый раз в жизни, вот я вам скажу честно, я прочёл в отзывах, и родители подходили детей, которые смотрели эту работу, сказали, что «Спасибо вам за то, что наши дети обратились лицом к храму». Значит, это инструмент. Но я-то это пропустил через себя, я ходил на службы, и, как правильно сказали, вот с утра зажигаешь свечу и молишься для того, чтобы ты вошёл в этот ритм божественный. Иначе это всё будет не то, иначе оно не будет жить. Ведь природа-то, она вся живёт, но вопрос, как она взаимодействует с человеком. И любим мы то, что боимся потерять. Это женщину, детей, родину, да? Вот, кстати, это ведь фильм Тарковского «Солярис». Он раскрывает весь спектр катарсиса человека. Порой не могу выдержать вот получаса просмотра, настолько меня переполняет содержание. Насколько я ловлю эту волну, что оно сопрягается со мной, то есть я это сопереживаю. Да, пожалуйста. Существует гидонистическая установка понятия катарсиса, как наслаждение. В Ренессансе говорили «дилетто». И это чисто, так сказать, эстетическая концепция, в которой, например, мы находим восприятие поэзии, высшая сублимация поэзии, высшее очищение стиха, как именно достижение катарсиса. Ну, все-таки я бы сделал такую цепочку какую-то. Искусство, экстаз, слезы, освобождение. Вот что хотите, то с этим и делайте. Изначальный выход. Все-таки важно, что катарсис – это не удар грома, это не потрясающей красоты пейзаж, это не извержение улкана. Искусство, акт творчества человека. Музыка ли это, игра ли это актера, голос ли это. Экстаз – обязательный элемент. То есть выжить из себя. Переполняющее тебя чувство, потом обязательно для меня, все-таки не смех, как ни странно, инфернальный, а слезы и освобождение в конце. От чего освобождаемся, мы не знаем. Это, может быть, кто-нибудь потом поймет. Это, может быть, и есть тайна человека, от чего он освобождается, и что в нем опять снова и снова накапливается. Но вот эти четыре части, исходя из нашего разговора... Александр, а вот боги испытывают катарсис? Это зависит от мифологии. Безусловно. Вот, например, мой итальянский друг, один, я думаю, из умнейших людей в Италии, есть такой, вряд ли вы о нем знаете, Роберто Калассо. Слышали о таком? Роберто Калассо, да. Да. Он из Милана. Вот он как раз говорит о том, что в своей книге он ничше, что о человеке, который провел в катарсическом состоянии какие-то циклы и фазы своей жизни, катарсис – это уже не человеческое состояние, состояние божественное. Но последний момент, простите, ради бога, последний момент, очень важно, что катарсис невозможен без того, чтобы, пройдя его, человек не только не изменился, но это то, что я называю третьим, но он что-то делает, и вы это видите. А что он делает? А вот он, он либо уходит от всех, либо приходит от всех. То есть жест, тут должен, тут... Вот, как я сказал, это жест. Либо, понимаете, вот отсюда, вот, опасность многих религий, опасность негативного катарсиса. Да будь они все прокляты. Да погибли они все. Вот, понимаете, это не есть... Вот для меня, простите, ради бога, последнее, и моему итальянскому, для меня, конечно, какие-то моменты у Сафокла, вот, в Эдипе, в Колонии, это же движение к катарсису, которое несет в себе этот человек, который о себе сказал, что, что я, наверное, самый несчастный человек, Владимир, но несчастье вовсе не обязательно. Но вот именно Эдип дает нам эту схему катарсиса. Но опять, катарсис – это всегда переход. Вы превращаетесь во что-то другое. Понимаете, моряк ваш превратился ведь во что-то другое. И он не в монаха превратился, и не в отшельника, а он превратился в совершенно другого человека. Вы согласны? Он просто другой человек. И он это сделал же сам. Армен, а ты испытывал в жизни катарсис? Ну, знаешь как, я все-таки человек больше подвержен иллюзии, да? Я живу в иллюзорном мире. И общение с реальностью для меня очень опасно. Но вот в этом мире иллюзий, да, когда ты создаешь те самые образы, и вокруг себя тот самый мир, который, ну, входит в понятие твое представление о порядочности и приличии, то тогда, да, возможно, это было несколько раз, но только, еще раз повторюсь, через какие-то индивидуальные вещи. Когда я ощущал это на другом человеке, испытывал, ну, родители, например, или их смерть родителей. И вообще вот это пограничное состояние, о котором сказал философ, действительно, вот, наверное, живые и мертвые отличаются тем, что вот стоит некое здание, некая черта, которая разделяет и тех, и других. Вот когда вы приближаетесь к этому зданию, вы можете немножко заглянуть как бы за холм. И вот оттуда идет обратная реакция. И тогда вы можете оттуда вынести что-то, что, ну, по вашему представлению, представляет, как катарсис может выглядеть для вас. Но полного никогда не было, конечно, потому что я не думаю, что когда-нибудь вообще это испытаю, после, может быть, уже, когда все закончится. Александр, вот Христос испытал катарсис, когда он воскрешал. На это я вам отвечаю совершенно определенно. Я теологически настолько невежественен. Знаете, Виктор, все-таки одно дело, когда мы говорим об эскимосском шаманизме, кто знает, кстати, там был феноменальный катарсис, но кто знает, кто не знает, у них есть не меньше, чем в индийской йоге, где тоже, конечно, катарсис – это вторая ступень, вот, а всего ступеней восемь. Катарсис – это начало. Без в своем роде катарсис вы вообще никуда не войдете. Неправильно путать катарсис с религиозным опытом, который абсолютно отдельный мистический опыт. Это от катарсиса у вас не будет идти кровь из ладони, у вас от катарсиса не будет этого. Катарсис – это лекарство, которое молодое человечество изобрело для себя через искусство. Я, Виктор, хочу, может быть, поставить на обсуждение одну проблему с ним связанную, а именно, есть художники, в частности, Брехт и вот есть Ницше, которые очень подозрительно относились к катарсису. И в частности, они подозрительно… Я тоже укавки не нашел в укавке. Подозрительно относились к тем слезам, которые проливают аудитория. И я вот думаю, что это важный момент, потому что, вы понимаете, фактически вот это отождествление, которое приводит к сильной эмоции, фактически означает снятие дистанции. И для Брехта, конечно, снятие дистанции, критической дистанции, является весьма проблематичным. Опять же, возвращаясь к тому, что говорил Александр Моисеевич, речь идет не столько о низовом психическом переживании, и это действительно весьма подозрительно, сколько об аффекте. Ведь не случайно тот же Аристотель, когда он говорит о сострадании страхи, он говорит об аффекте. И аффект – это не переживание, это то, что мне не принадлежит. Я не могу присвоить аффект. И в этом смысле аффект, как некоторый опыт общности, если можно так сказать, это то, что имеет отношение к сегодняшнему искусству. Понял. Пожалуйста, девушка. Если говорить, скажем, о произведениях художественной литературы, то то состояние, в которое впадает всем известный Раскольников, когда он падает к ногам Сонечки Мармеладовой, вот на мой взгляд, это и есть то состояние, которое можно назвать катарсисом или катарсисом. Значит... Я согласен абсолютно. Мы же говорили совершенно о другом. Мы говорили о том, что катарсис – это некая форма, изобретенная, не знаю, богом, греческой цивилизацией или чем угодно, через искусство очищения человека. Древние грехи испытывали много раз этот катарсис, и они ходили, и они очищались, они возвращались к себе. А вы ищете уникального религиозного христианского опыта. Но потом могли отлично перерезать друг другу в горло. Конечно. А теперь, Александр и Павел, у нас приятная часть, почти катарсическая. Это наша фотохудожница Женя Дюрер вручает вам портреты. Подводя нелегкие итоги нашей дискуссии, хочу сказать, что нам нужны философы, нам нужны режиссеры, нам нужны психологи, нам нужны итальянцы, нам нужны художники, нам нужны рок-музыканты. Только вместе может случиться катарсис. Вместе с вами, дорогие зрители, до новых катарсисов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok